Яль на свете всех милее. Ой, о чем это я? А все-таки правильно, это строки Александра Сергеевича Пушкина. И сегодня его день рождения, а также день русского языка в России. О том, насколько изменился язык со времен Пушкина, у кого желание говорить на хорошем русском больше, у наших соотечественников или у иностранцев. Не только об этом. Поговорим сегодня с Евгенией Аввакумовой, кандидатом филологических наук, заведующей кафедрой общего и русского языка знания Алтайского государственного педагогического университета. Здравствуйте, Евгения Александровна. Здравствуйте. Поздравляю вас с праздником. Спасибо, вас тоже. И раз уж сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина, начну с вопроса, любите ли вы его творчество. Потому что даже педагоги русского языка не всегда, наверное, любят творчество всех поэтов. Я его очень люблю и как человека, и его творчество очень люблю. А как человека это как? Что это значит? Ну, мне очень нравится, как он в жизни себя вел, в том числе последний его поступок, когда он заступился за честь жены и за свою честь. Это о многом говорит. А есть ли любимое произведение у вас Александра Сергеевича какое-то? Одного выделить, конечно, не могу, это невозможно. Ну, тогда прочитайте, какое-то любимое четверостишье наверняка ведь есть. Из Евгения Онегина. Давайте. И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы. На вот, возьми ее скорей. А насколько сильно язык Пушкина изменился с тех времен? Я понимаю, конечно, что он сильно изменился, но вы как человек, который русским языком занимаетесь ежедневно. Очень сильно изменился. Александр Сергеевич жил в 19 веке, мы с вами живем в 21 веке. Язык – это такое явление, которое постоянно изменяется, поэтому, конечно, изменения произошли большие. Вы, наверное, знаете, вот по интернету часто ходят либо статьи, либо какие-то рисунки, где дети рисуют сказки Пушкина, и очень часто они рисуют не то, что написано у Александра Сергеевича. Потому что они просто уже не понимают каких-то слов. Ну и какие-то реалии уходят из быта, вообще какие-то слова уходят, и дети их не понимают. И поэтому, в принципе, это нормальное абсолютное явление. До сих пор еще в учебниках по истории русского литературного языка написано, что Александр Сергеевич Пушкин – это основоположник нашего современного русского литературного языка. Но я думаю, когда-нибудь эта строчка из учебников уйдет. Неужели? Когда-нибудь это произойдет. А в какое время русский язык был настоящим литературным русским языком? Потому что, может быть, кто-то считает, что он сейчас настоящий, кто-то вот раньше. Ну как раз литературным языком, литературный язык сложился в России как раз в XIX веке, примерно времена Пушкина. И сейчас он, естественно, тоже существует, и сейчас на нем говорят, и есть люди, которые на нем не говорят, так же, как и во времена Пушкина были люди, которые не владели нормами литературного языка. Так что в этом отношении, в принципе, ничего не изменилось. А кто сейчас говорит на таком литературном русском языке? Ну, насколько я могу наблюдать, это преподаватели вузов, но правда не все. Даже не все преподаватели вузов? Не все. Многие позволяют себе просторечия, ну, для юмористической, видимо, с юмористической целью они это говорят. Ну, я это воспринимаю абсолютно нормально. Хотя, конечно, приятно, когда преподаватель говорит чистым литературным языком. Только преподаватели-получатели, может быть, какие-то писатели? Они цвету писателей в своих художественных произведениях? Современные какие-то писатели, поэты? Ну, с поэзией современной я не очень дружу. Насчет писателей, ну, пожалуй, Евгений Водолазкин. У него, я считаю, это чистый литературный язык. Другие писатели, которых я очень уважаю, позволяют себе не литературную лексику, но это у них абсолютно к месту оправдано. Вот мне порой кажется, что на хорошем русском языке в России говорят единицы. Права ли я? И почему это происходит? Вот сейчас я говорю не о преподавателях, не о писателях, а об обычных людях. Ну, я статистических данных не знаю, данных социологических опросов не знаю вообще, были они или нет. Ну, кстати, хорошая тема для исследования. Но я думаю, что все-таки не единицы. Насколько я знаю, со студентами общаюсь, при мне они говорят литературным языком. А вот так вы где-то слушаете, бываете же во многих, наверное, местах, не коробит вас? Коробит иногда. И что нужно предпринять, чтобы что-то изменить? Ну, я как лингвист считаю, что ничего предпринимать не надо, это нормальное явление для языка. Да? Да. Дело в том, что многие слова, которые мы сейчас считаем литературными, воспринимаем их абсолютно нейтрально, они пришли к нам из уголовной лексики, из различных жаргонов, из просторечия. Когда-то воспринимали очень плохо слова «научный», «талантливый». Против этого слова было очень много высказано. Да вы что? Да. Но вот Гоголя в свое время удивил как раз слово «научный», потому что тогда было принято говорить «ученая книга», «ученый тарактат». Сейчас мы как раз удивляемся вот этому факту. Пушкина, кстати, очень часто ругали за его художественные произведения в том плане, что он смешивал стили, слова в их произведениях смешивал. Хорошо известное нам стихотворение «Зима», «Крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь», очень сильно эти строчки критиковали, потому что дровня, он смешал дровня, просторечное слово, путь – это слово высокого стиля. Крестьянин – просторечное слово, торжествуя, слово высокого стиля. Сейчас мы это не знаем, у нас все нейтрализовалось. А как вы относитесь, Евгения, к тому, что регулярно у нас меняются нормы русского литературного языка, что кофе теперь у нас, можно говорить, вкусное, договор вместо договор? Нормально относитесь. Тоже нормально относитесь. Ну, любой лингвист вам, я думаю, так же ответит, как и я. Потому что, с одной стороны, мы все люди и на что-то коробят, субъективно нам, может быть, что-то не нравится. А как лингвист, как лингвист, мы должны к этому подходить объективно. Слово кофе, да, оно допускает среднего рода, но если вам нравится говорить мужского рода, это тоже допускается. Это, кстати, было допущено в словаре еще в 70-е годы XX века, так что ничего нового. В словаре Залезняка, в грамматическом словаре Залезняка кофе было указано, что можно в среднем роде. Ну, я сейчас имела в виду не только кофе, не только договор, но и там, йогурт и все остальное, по средам или по средам. Ну, то есть это тоже все нормально. Абсолютно все нормально, язык изменяется, и слава Богу. Если он перестанет изменяться, он станет мертвым. А поправляете сами каких-то своих знакомых? Кого-то поправляю, кого-то нет. Студентов обязательно поправляю, студенты на филфаке, я им говорю, уж на меня не обижайтесь, но вы, как будущие учителя русского языка, должны говорить правильно. На базаре, естественно, я никого не буду поправлять. Я поняла. Но я знаю, что вы обучаете и иностранных студентов. Большой ли у них интерес к русскому языку? С теми иностранцами, с которыми я общаюсь, у них, конечно, большой интерес к русскому языку. Потому что они специально приходят. Потому что они, да, приходят, приезжают из Америки, из Франции, из Китая, из Туркмении. Ну, не буду перечислять все страны. А у них как раз цель выучить русский язык, поэтому интерес очень большой. С другими иностранцами я не очень часто общаюсь. Ну, когда была я в Америке, там даже про Россию, когда узнали, что мы из России, продавщицы из супермаркета, сказали, ну, что-то мы там слышали, что-то мы какую-то страну, какой-то фильм смотрели про вашу страну, про язык, о чем говорить. То есть у тех, кто приезжает, интерес большой, я так поняла. А вот у наших соотечественников настолько же велик интерес к русскому языку? Ну, тоже по-разному. У филологов точно есть интересы. Но не уменьшается количество ребят, которые поступают на филологов? Ну, у нас была демографическая яма, поэтому было уменьшение. Сейчас нет у нас с набором «Все в порядке», у нас, можно сказать, нет случайных людей, у нас поступают подготовленные люди. А кому легче дается русский язык? Я знаю, что вы серьезно очень занимаетесь людьми с так называемым правополушарным мышлением. Что это вообще за люди и способнее ли они в плане обучения русскому языку? Ну, немножко поправлю. Я просто веду курс, который называется «Правополушарная стратегия обучения языку в школе». Наверное, все знают, что у нас есть левое полушарие, которое называется рациональное, логичное, а есть правое полушарие, которое называется образное. Оно отвечает за эмоции, за восприятие как раз стихотворных произведений, музыки, за восприятие именно образного мышления. В школе эксплуатируется в основном левое полушарие, там все надо объяснить, рассказать правила, и все должно именно осознаваться. Правое полушарие, ну так от случая к случаю привлекается, хотя в идеале, ну я так считаю, что должно работать и правое, и левое полушарие. Как работать с левым полушарием наши студенты знают, обычно методики русского языка их этому учат. А я вот предлагаю разные приемы, как можно с правым полушарием поработать, чтобы дети лучше восприняли информацию. А можете вот коротко, какие-то упражнения, может быть, существуют, чтобы лучше запоминать стихи или произведения еще какие-то? Коротко очень трудно, конечно, но быстренько, если по русскому языку, то у Соболевой Ольги Лениадиды давные, у нее есть двуполушарный учебник, и она предлагает ассоциативный прием, очень простой, как запомнить словарные слова. Все, наверное, помним, как мы с ними мучились, как их запоминать. Она предлагает подбирать к этим словам слова ниточки, ну, кстати, тоже образ. Ну, например, береза белая в сильной позиции, капуста, ее поливают кап-кап, ну там стишок еще есть, чтобы эти кап-кап запомнить. Кастрюля, каша, сначала им эти ниточки предлагаются, потом дети сами могут уже научиться подбирать эти ниточки. Таким образом развивается правое полушарие? В том числе. Понятно. А как вот детям тем же самым, ну, я не знаю, наверное, все-таки в юном возрасте надо же начинать изучать русский язык. Как привить любовь к русскому языку? С одной стороны, очень легко, с другой стороны, непросто. Я считаю, что именно с самого юного возраста, ну, любой деятельностью лучше начинать заниматься, чем раньше, тем будет лучше. В детстве, в самом-самом раннем детстве они должны слышать, ну, может, пафосно будет звучать, но тем не менее, образцы русской классики. Ну, понятно, что сначала это будет колыбельный, это не совсем, конечно, классика, это фольклор, если прямо говорить. Но обязательно колыбельный они должны слушать, чтобы вот эту мелодику русского языка в себя вобрать. Потом, в дошкольном возрасте, вот как раз сказки Пушкина очень хорошо подходят. Они там действительно не все понимают, тем более Пушкин сказки писал не для детей, он их писал для взрослых. Но дети, кстати, очень любят Пушкина вот именно в дошкольном возрасте, потому что им нравится вот его мелодия, его музыкальность. Как только они переходят в школу, они все внимание переключают на смысл, а там уже не все понятно, и как-то солнце русской поэзии в школе как раз не всходит, я Пушкина имею в виду. То есть не зря все-таки детям на ночь сказки читают, это не просто так, это именно для того, чтобы русский язык, они как-то к нему привыкли, да, приучились уже. А в школе все зависит от учителя, я считаю. Если уроки интересны, если учитель интересный, то, естественно, все внимание переключается на сам предмет и на сам русский язык. Если же уроки скучные, то ни о каком интересе к русскому языку не может быть речи. Ну, мне кажется, это любой предмет, и не только русский. Совершенно верно, да. Ну и, наверное, заключительный вопрос. Как сохранить русский литературный язык для будущих поколений, и вообще нужно ли его сохранять? Потому что вот вы говорите, сейчас все меняется, и это здорово, то есть ничего, что мы сейчас говорим, кофе там вкусное. Ну, знаете, когда к нам школьники в университет приходят, я прямо этому учу. Ничего не надо делать, все нормально, язык без нас разберется. Он в себя вберет все, что надо, и выбросит все, что не надо. Так что все в порядке у нас с русским языком, никто его не обижает, никто его не портит, не надо беспокоиться. Если очень хочется узнать более подробно об этих процессах, есть замечательная книга Чуковского «Живой как жизнь» Корнея Чуковского. Да, и современный лингвист Максим Курунгаус, у него прямо про это книга есть «Русский язык на грани нервного срыва». Очень простым доступным языком все написано, поэтому наши зрители могут почитать, если они вдруг мне не верят. Там все про это же и написано. Ну, то есть сохранить специально язык не надо, он сам по себе сохранится в любом случае. Да, да. Пуристы всегда были, это те, кто говорят, что надо говорить так, как наши предки говорили. А новаторы тоже всегда были и будут. Ну, спасибо вам большое, Евгения. Пожалуйста. Я вас еще раз поздравляю с праздником. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили о литературном русском языке и как его сохранить. Евгения Аввакумова, кандидатом в филологический снаук, заведующий кафедрой общего и русского языкознания Алтайского государственного педагогического университета. Евгения Аввакумова, кандидатом в филологический снаук.